Сельские территории должны развиваться комплексно. В Ивановской областной думе обсудили реализацию в регионе государственной программы по поддержке села на 2020-2025 годы. Без внимания не останутся такие вопросы, как развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечение агропромышленного комплекса молодыми кадрами. При этом важно, что развивать сельские территории будут с учетом интересов жителей и бизнес-сообщества. Принцип подбора по газификации, водоснабжению, благоустройству территории будет исходить не из просто наличия проектно-сметной документации, а из комплексного подхода, что в самой программе, названии программы и звучит. То есть деревня должна получить целиком облик и все условия для комфортного проживания. То есть не точечно, как мы до этого делали, там сделали газопровод, здесь подвели водоснабжение, в третьей деревне еще что-то и так далее, там дорогу, спортивную площадку, а чтобы делать сразу все в рамках одного населенного пункта. Большая ответственность в реализации программы ляжет на глав муниципалитетов. От их активности во многом будет зависеть, где именно в первую очередь начнется развитие сельских территорий. Мы обязательно поможем в областном бюджете, чтобы дополнительно выделить средства из областного бюджета на те мероприятия, которые заложены здесь. Таким образом мы можем сдвинуть с четвертой точки, улучшить газификацию, улучшить инфраструктуру, улучшить транспортные сообщения. А в корне, в целом в корне, улучшить благосостояние наших людей. До 1 декабря в регионе должна появиться своя госпрограмма. Будет ли это отдельный документ или подпрограмма к уже действующей программе развития сельского хозяйства, пока решается. И вопрос этот скорее юридический. Объемы поддержки агропромышленного комплекса регион снижать не намерен. Напротив, финансирование сферы в следующем году лишь увеличится. Мы попросим дополнительно порядка 23 миллионов рублей к уровню финансирования этого года. Это, конечно же, финансирование. В первую очередь, почему увеличение происходит? У нас на следующий год, вернее в этом году вводится в эксплуатацию несколько крупных объектов молочных, которые будут подаваться на компенсацию капитальных затрат. 25% от суммы строительства компенсируется из федерального и областного бюджета. Кроме того, на 2020 год в Министерство сельского хозяйства уже направлен большой пакет документов на получение дополнительных средств. На газификацию шести сельских населенных пунктов в размере 59 миллионов рублей. Из них рассчитываем на 53 миллиона из федерального бюджета. На развитие водоснабжения в трех сельских населенных пунктах в размере 27 миллионов рублей. На строительство дорог, ведущих к объектам сельскохозяйственного производства в размере 266,8 миллионов рублей. Из них из федерального бюджета 147,3 миллиона рублей. Будут обеспечены дорогой 7 населенных пунктов. Не секрет, что сельское хозяйство испытывает проблемы с кадрами. В отрасли не хватает порядка тысячи специалистов. В бюджете региона предусмотрено свыше полутора миллионов на поддержку выпускников, которые сразу после вуза идут работать на предприятия ПК. Но этого недостаточно. В ходе заседания поступило предложение выступить с инициативой ввести на уровне федерации и поддержку молодым специалистам села по аналогии с медработниками. Любовь к очернику Антон Осипов, РТВ Иванова.